2024 год в налоговом законодательстве – год многих изменений, для многих не совсем понятных и вызывающих много вопросов. А потому работы в инспекциях по налогам и сборам более чем предостаточно. Но лучше рассказать налогоплательщику обо всех нюансах, чем потом исправлять недоработки. Итак, об очередном нововведении. С 1 января в Беларуси введен единый имущественный платеж. И сделано это для того, чтобы человеку проще и удобнее было исполнять свои обязательства. Он включает в себя налог на недвижимость, земельные и транспортные налоги. Уплата с 1 января всех трех налогов, в том числе, если по какому-либо из них есть несколько объектов налогообложения, расположенных в разных регионах, осуществляется одним платежом на новый единый расчетный счет. Для просмотра суммы задолженности по имущественным налогам и ее погашения через систему расчет ЕРИП необходимо выполнить ряд действий. Нужно выбрать платежи и переводы в систему расчет ЕРИП, затем налоги, дальше область или город, районную налоговую инспекцию, либо управление по работе с плательщиками по месту регистрации прописки физического лица, а потом единый имущественный платеж. Далее следует ввести единый учетный номер плательщика с использованием латинской раскладки и заглавных букв этого алфавита без пробелов. Чтобы было проще и понятнее, приведем пример. Мария Ивановна имеет в собственности две квартиры в Бресте. Дачу в Жабинке, земельный участок под Кобрином и легковой автомобиль. С этого года Мария Ивановна будет платить не на счета разных налоговых инспекций, а в одну. То есть будет единый платеж, который необходимо будет уплатить до 15 ноября 2024 года. Хотелось бы обратить ваше внимание. За неуплату имущественных налогов предусмотрена административная ответственность. Если это сделано с умыслом, то административная ответственность предполагает 40% от суммы неуплаченного налога, но не менее 10 базовых. Если это случается повторно, от 100 базовых до 200 базовых. А вот погасить имеющуюся задолженность по имущественным налогам можно как в почтовых отделениях и банках, так и через сервис личный кабинет плательщика.